Гости мероприятия погружались в творческую атмосферу уже в холле, благодаря оригинальной выставке, созданной руками участников фестиваля «Вместе мы сильнее». Разнообразные куклы, домовые, картины, выпечка, панно и многое другое. Буйство красок и изделий царило на выставке, в очередной раз демонстрируя, что выражение «Люди с ограниченными возможностями» не про них. Это традиционный фестиваль, проходит на базе Брестского областного общественного культурного центра ежегодно. Ежегодно участвуют члены общества, Белорусского общества инвалидов. На данный момент, в сегодняшнем фестивале, у нас около 50 участников, которые представляют свое творчество в разных номинациях. Это исполнительские виды искусства и традиционная культура. История сложного пути каждого участника фестиваля индивидуальна. Кто-то попал в аварию, а кто-то однажды не дошел до работы из-за внезапного инфаркта. Но итог один – они не унывают, открыты миру и с удовольствием выступают на сцене. Сильные духом люди показали, что статус человек с ограниченными возможностями – не преграда для творчества и для жизни. Участники фестиваля «Вместе мы сильнее» не только демонстрировали свое мастерство и таланты, но и призывали окружающих быть добрее друг к другу. Показывать народу свое творчество, чтобы они не терялись в жизни, потому что жизнь – она сложная штука. Но надо не унывать, надо не вешать нос, надо работать над собой, делиться впечатлениями, любить друг друга, уважать. Хотелось бы, чтобы побольше людей вот это все видели, смотрели, на что способны наши вот эти люди. Даже во многом можно брать пример с них. Поучиться у них можно очень многому, той самой доброте. Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» не только открывает новых звезд, но и помогает активной интеграции инвалидов в социум по всем направлениям жизни, дает возможность пообщаться и найти новых друзей. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».